Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Диалог с молодежью. Мэр Анапы встретился с активными и молодыми. Городские службы оперативного реагирования готовы к любым ситуациям. Анапские рокеры покорили столицу. Мэр Анапы пообщался с активной молодежью города. Оживленный диалог шел в течение двух часов и касался самых разных вопросов – от музыки и литературы до решения общегородских проблем. Молодые люди неравнодушны к родному городу. Их интересует строительство новых спортивных и культурных объектов, современные веяния в молодежной политике, архитектура Анапы, ее будущее в самых разных проявлениях. И, конечно, вопрос о судьбе сгоревшего скейт-парка. Два с половиной миллиона стоит новый скейт-парк. И еще где-то миллион семьсот пятьдесят, миллион восемьсот надо на ограждение, чтобы ограждение было цивилизованное, чтобы исключить туда доступ посторонний. Ну и плюс еще дополнительные средства на цифровые камеры круглосуточные, чтобы можно было… ну, уже будем предвидеть. Вот. И поэтому сейчас изыскиваем средства и будем строить. Ничего другого там не будет. Молодежные активисты попросили содействия в создании рок-клуба. Летний рок-концерт, который организовал Управление по делам молодежи, прошел на ура. Значит, есть перспективы вырастить рок-звезд на Анапской земле. Давайте так. Это нормальная, это часть нашей культуры. И раз вы собираетесь пропагандировать, и раз вам нравится вот это музыкальное направление, ну, бога ради, ну, конечно, сделаем. Давай предложения, какие конкретно, что надо сделать. Эдвард Карапетян из Субсеха обратился с просьбой от всех жителей села о строительстве Дома культуры. Представитель городского студенческого совета Виктория Гладикова попросила Сергея Павловича поддержать проект «Арт-Кубань» на территории нашего города. Анастасия Дедюра рассказала, насколько комфортным местом для досуга и организации мероприятий стал сквир Гудовича. Инициатива идет снизу. Не сверху мы воздавим и говорим, делайте вот это, собирайтесь вот в такие группы. А мы наблюдаем, что вам интересно. И потом стараем экономическую основу подвести, ну, и высказать свою точку зрения. Вы поколение уже не то в 90-х, а уже те, которые знают, чего хотят. Все предложения молодежи нашли положительный отклик у мэра. Глава курорта отметил, что встречи с молодежью всегда дают заряд энергии и приносят массу положительных эмоций. И в продолжение темы. Управление по делам молодежи администрации города-курорта Анапа объявляет конкурс на лучшую идею благоустройства новой спортивной площадки на месте сгоревшего скейт-парка. Внести предложение может каждый желающий. Проекты принимаются на электронный адрес с пометкой «На конкурс скейт-парк». Лучшие работы полностью или частично будут реализованы при реконструкции спортивной площадки, а их авторы получат памятные призы от администрации города. И к другим темам. Бюджетную политику обсуждали сегодня депутаты Анапы на очередной сессии. Глава курорта Сергей Сергеев принял участие в работе Совета. На повестке дня 11 вопросов. Парламентарии утвердили изменения структуры городской администрации, новые названия улиц в городе, субсехе, нижней гостагайке и программу наказов избирателя депутатам. Основной темой обсуждения стала бюджетная политика и выполнение плановых показателей социально-экономического развития Анапы. Председатель комитета по финансам и бюджету Нина Баклина считает необходимым ежемесячно осуществлять мониторинг деятельности предприятий. Статистически это хорошо, но лучше к реалиям, которые имеют сами предприятия. Глава Анапы полностью поддержала инициативу Нины Николаевны. Надо работать не с цифрами, а с руководителями конкретных предприятий, не списывая со счетов даже предприятия банкроты. Витязевская птицефабрика в пример. Неужели депутатам неинтересно, в каком состоянии сегодня находится? Почему бы нам внешнего управляющего конкурсного? У нас есть право, что ты, дружок, делаешь, ты что, формируешь конкурсную массу сегодня? Для погашения говорит, да, расскажи про кредиторов, кто первая очередь, кто пятая, кто четвертая. И нас больше всего, даже если он не будет рассказывать, нас должно интересовать там, где мы кредиторы. То есть бюджет, налоги. Жестче должны быть меры к неплательщикам налогов. Контролирующие органы должны занять принципиальную позицию в этом вопросе. Дорогие друзья, у нас по линейной плате 100 миллионов недовик. 100 миллионов рублей по аналии. И те же структуры, которые способны тряхнуть сегодня неплательщиков, они на это внимание не обращают. То есть субъективно, выборочно. Налоги – это гарантия выполнения социальных обязательств. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают. Участили случай угона транспортных средств. Не стоит оставлять личный транспорт без присмотра. Правда, шансов скрыться с добычей у гонщиков мало. Большинство преступлений, связанных с хищением автомобилей, на курорте раскрывают по горячим следам. С начала года на территории города-курота Анапа зарегистрировано 87 неправомерных завладений автотранспортными средствами. Большинство таких преступлений раскрывается в течение дежурных суток с сотрудниками отдела внутренних дел. Личным составом проводятся оперативно-профилактические мероприятия по проверке гаражно-строительных кооперативов, лиц, занимающихся рихтовкой автомобилей на дому, а также места отстоя, разокомпликования проводятся ежемесячные тренировки личного состава отдела МВД по оперативному плану «Перехват», который подразумевает в себя учебный, вводный и личный состав, приближенный к реальным действиям, как работает в данном направлении. Во всех регионах нашей страны принимают меры по снижению террористических угроз. Вопрос обеспечения безопасности населения в зоне повышенного внимания и в нашем городе. В Анапе продолжаются трехсуточные плановые учения по гражданской обороне. Идет отработка мероприятий по ликвидации масштабных аварийных ситуаций. Легенда учений – возгорание на складе горюче-смазочных материалов в аэропорту Анапы, где хранится значительный запас авиационного топлива. Усложняет задачу близость объекта к населенному пункту «Хутору Красный Курган». Велик риск токсичных испарений и возникновение воспламеняющейся топливно-воздушной смеси, а это прямая угроза населению. Все задействованные в учениях силы и средства подоспели вовремя. 14 единиц техники, 27 человек личного состава, а также оперативные службы аэропорта, пожарное подразделение, медицинская помощь и служба безопасности. Условно пострадавшему сотруднику склада ГСМ оказали квалифицированную медицинскую помощь. Отработана система оповещения, прохождение сигнализации, а также прохождение сигналов на аварийно-спасательные формирования. Но самое главное – взаимодействие всех служб. Нас еще очень интересовало, потому что при определенных рисках возникает ситуация, когда необходимо провести эвакуацию населения. В данном случае привлекались сотрудники администрации Приморского сельского округа, представители ТОСов, для того, чтобы понять маршруты эвакуации, как оповещается население при эвакуации. А самое основное – это взять на учет маломобильных граждан, престарелых и детей. Я считаю, что все вопросы, которые мы ставили перед собой, на данный момент отработаны. Чрезвычайная ситуация может произойти в любое время года и при любых погодных условиях. А потому даже сильный дождь и ветер не отменили учения. Оперативная группа всегда на связи и в 30-минутной готовности. Анапа не раз принимала у себя велосипедистов России и Европы. На курорте регулярно проводятся этапы первенства России. Велоспорт набирает популярность среди молодежи. Яркий пример – спортшкола «Олимп», где уже 10 лет работает секция велоспорта. Мастер спорта по велогонкам Александр Чернолузский в составе профессиональной команды «Катюша» представлял Россию на международных соревнованиях. Мечта любого велогонщика. Теперь Александр передает опыт и знания юным велосипедистам. Секция велоспорта в Цибанабалке работает уже 10 лет. Александр и сам начинал здесь свою спортивную карьеру. Ребята приходят заниматься с желанием повторить успехи своего тренера. Ребята приходят с удовольствием. Правда, велосипедов порой не хватает. Так приходят с удовольствием, занимаются, стараются выполнять. Что-то, конечно, не получается, потому что вид спорта тяжелый. Но через тяжести и рождается победа. Из 30 ребят, которые занимаются в секции, многие уже могут похвастаться, пусть и маленькими, но достижениями. 8 ребят выполнили первый юношеский разряд, а двое – третий взрослый. Владимир Зыско учится в пятом классе, но уже поставил себе высокую планку стать чемпионом России. Велоспорт мне нравится. Я раньше ходила на дзюдо, потом передумал. У нас тут соревнования были между школами. Я занял второе место. По словам тренера, Анапа идеально подходит для развития велоспорта. Здесь подходящие погодные условия, рельеф и качество дорог. Администрация курорта и Управление по физической культуре и спорту обещают всячески помогать юным спортсменам, чтобы в будущем они могли представлять наш город на российской и международной арене. Прогремели на всю страну. Недавно из масштабного турне вернулась анапская рок-группа Poison Stars. Ребята посетили несколько десятков городов России, в том числе покорив столицу. Несколько дней назад анапская группа Poison Stars вернулась из масштабного турне, включавшим в себя множеством городов России. Гастроли были приурочены к выходу нового альбома, получившего одноименное название с коллективом. Критики уже называют пластинку одним из самых удачных релизов российской альтернативной сцены. По словам Алексея Белого, лидера и бас-гитариста команды, залог успеха Poison Stars – это сочетание западной рок-н-ролльной школы с русским стихом. Poison Stars – это, прежде всего, группа, в которой есть и рок-н-ролльная составляющая, есть и, скажем, современная электронная составляющая, это мощный вокал, это наше, так сказать, русское слово, русская поэзия. Poison Stars – это, я считаю, что, как я уже сказал, правильное эволюционное развитие рок-музыки в России. Дороги, концерты, съемки, заполненные залы и восхищенные поклонники. Жизнь Poison Stars расписана буквально по минутам. Гастроли, по словам гитариста группы Алана Ливана, были самыми крупными в истории команды. Ребята объехали всю среднюю часть России, а последним городом в списке значилась Москва, где музыкантов принимали с небывалой теплотой. В осени мы уже именно закончили альбом, выпустили его на физическом носителе. Цифровой релиз был чуть позже, чем тур. Но вот мы поехали в тур в октябре, замечательно там покатались. Вот, как бы очень хорошо люди принимали во всех городах, где мы были. В так называемом туровом автобусе группа проводит большую часть времени в гастролях. Именно так в свое время начинали выступать легендарные «Металлика» и «Ганзен Роузис». Они просто складывали все оборудование в машину, садились поудобнее и вперед покорять многочисленные залы, страны и города. Завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 20 ноября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 12-13 градусов, ночью до 12 градусов тепла. Ветер южный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа – новое поступление сезона одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Город Анапа, улица Новороссийской, 281.